единственное на что мы салай лагеря некий способны это прожрать большие куски сыра и хлеба у меня в лагере 6 часов мы сидели битыми это единственное я узнал это абсолютно очевидные вещи о том как мне заниматься лагерем это что мой сын полысел но никто толком но крок и всякие шуточки и прибудки так далее никто не сказал толком что все-таки как можно где починить карту учитывая то что мы находились в городе единственное что где-то я слышал краем пока мы ходили в город что на самом деле это занимается кузнец и не обязательно этим должен заниматься человек который занимается старым там реликвием в общем выпив допив холодную медовуху похоже мы отсюда будем двигаться я наверное думаю надо будет заскочить церковь может быть еще и в крепость посмотреть там какие-то другие опции и возможно какие-то там варианты про пробить но и второе мы надо сделаем это то что наверное придется разобрать в лагере какой-то часть и сделать там кузнеца это мы сделаем по 2 по двум причинам мы попробуем рискнем все-таки завести себе кузнеца и починить артефакты то есть может быть он своим молотом на ковальне сможет эту папирусную карту как-то привести в порядок и второй вариант более долгосрочный в принципе мышь имеем достаточно потенциала чтобы мои ребята мои дети мне уже не первый год я уже не молодой щеночек а вот поэтому надо думать про наследие и я не хочу чтобы мои дети занимались бандитизмом а выбивали деньги силой да я думаю так это немножко будет поблагородней вот поэтому иметь какую-то подготовку в лагере заранее для содержания полков это будет разумно я считаю поэтому мы сейчас выдвигаемся дальше и к сожалению да я очень хотел немножко заняться грабежом но у нас нарисовался здесь болезнь причем рядом с нами буквально вот поэтому я наверно буду выдвигаться отсюда пока не и пока не началось потому что уже был такой момент и тем более сын у меня сейчас болеет наследник мой я думаю наверное моего слава оставим наследником потому что руслан он не то что не косолапый не заика но он еще более имеет крепкое тело поэтому я думаю из всей моей семьи он лучше всего сможет дать лагерю то что люди хотят но сначала надо сюда сваливать руки в ноги и побежали потому что зараза скоро наступит и рискать конечно разумеется не был как же это по заразу починить ладно давай не будем все таки как говорится размазывать сопли по лицу мы заскочим в баронство и я а вот как раз и свечилище нир вот сразу вот эти два момента мы пробьем если там еще не будем мы отправляемся на север обратно в галичину и посмотрим чем мы можем помочь молодому королю все равно и долго здесь задержаться не смогу потому что у меня наверняка очень быстро выгонять местные мадьярцы они себе так ведут словно это их земли вообще вот это меня больше всего выбешивает что приехали к че не при а понаехали какие-то местные кочевники со степей восточных и выгнав болгар заявили что это наши земли я я считаю что это эти земли будет теперь принадлежать при поддержке короля я думаю да со сыновьям дам дам просто наказ сделайте нам дом какой-то найдите ладно что мы можем сделать припасы артефакты продать не получается глашатая попробую как обычно украсть а ну-ка кто-то кто-то побежал такой отлично продажи не получается предлагает мне а ну-ка давай подумаем а ну ничего говорю продавать ничего не будем а грабить что-то украсть это вот было бы очень хорошо но пока таверни и кто у нас есть на и на это даже время нет смысла тратить какой у нас общий язык с этими людьми айда в крепость продолжаем поиски секретов на на редкость бестолковая этот ничего не находим то ли они все такие правильные что ли странно конечно единственно максимум как обычному что можно сделать может быть волончан набрать если торговаться за счет репутации либо благодействие или как это там благочестия немножко понижена но если в этот полностью можно пополнить просто за копейки на самом деле эти были копейки начнем с перемыслия как сложно тут и потихоньку мы продвигаться к владимиру дабы можем поискать все каких-то людей деньги позову позволяются нам и посмотрим то что можно в галичинском королевстве сделать надо перед переждать в общем болячку покрутиться пока в родных землях и потом уже скиталец может быть сделать крюк так и пограбить да наверное что мы мы все можем позволить давай самом деле читает по скромному заодно попробуем у короля украсть надо тренироваться надо тренироваться в убийстве королей королей воровстве и так далее это ребята заслужили наберем наверное медикаменты я не буду рисковать вдруг какая-то вспышка здесь появится сразу пока мы передвигаемся ух 500 поэтому и кстати дал игры тоже надо так девчонки хорош драться слушая кстати и евро синие надо тоже этот найти мужа наверно давай наверное дмитрия ему дали ей дадим хотя бы конечно здоровый мужик уже но хотя бы лоялен хороший оперативник за него будет и есть смысл держаться единственное конечно посмотрим как у нас все разом будет насколько проблема ну ладно девочки хоть какое-то счастье кстати наверное это один из самых больших плюсов браков по договору когда патриархат семьи решает как как бы функционировать семья да если предоставить все это и в россии не она наверно бы просто в девках ходила и до до конца жизни а так хлопнул по столом этот охватил рукой кулаком по столу и сказал дмитрий ты хочешь мне служить сделай мою дочку счастливой не дочка внучку ну внучку же вы бы слушай мне внучки же взрослый скоро правнуки мне появится елки-палки наверное я сломаю на это костер все-таки наверное наверное я размышляю между цирильником но очень много как этот в плане здоровья то есть бенефита да вот а костер не очень костер но единственном он дает слухи хотя ты знаешь награды за преступный договор интриги плюс 4 это сильно но с другой стороны мы долго особо не собираемся задерживаться в этом направлении попутчики имеет все это как бы такое да это ну я бы не сказал что это очень важно количество рыцарей единственно поднимает профессия они ты знаешь что максимум профессиональных полков нет я это наверно давай на раз все-таки цирюльника доход от имени мы теряем опасность поветрия падает и умеренно повышается против налоги к проветрим значительный бонус к сопротивление болезням но постараемся все-таки сделать упор на нашего на нашу дочку врача и нам надо найти то что нам позволит построить кузница у нас бы то полотка снабженцев окей хорошо то есть у нас есть подвижная кузница заполнена арсенал провианты вода снаряжение для лазания вещи схваченных из то в принципе ему и энергичные маркетанты интересно звучит любопытно в общем давай через пару месяцев сейчас разберемся а пока бежим от болячки бежим 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 кто-то интересный момент я никогда не уверен на то что получится но может быть если кого-то из моей семьи удастся к к нобелям приютить это было бы хорошо дано рада попробуем немножко так посмотреть в сторону придворной жизни и у меня еще с также они то этому пока еще нашли аоспо продолжает двигаться на запад я не уверен если хорошая идея ну давай попробуем если она будет подбираться где-то вот на на пару этих регионов мы тогда ломанемся а так сейчас давай сначала попробуем давай попробуем похитить ужасно секретность 80 142 дня а убить позже хочу ли убивать его что нам нас даст единственное венгрия немножко развалится ослабнет и будет подверждена в основном здесь у нас живут славяне так что наверное пусть хотя бы да наверно потихоньку толкают либо русские либо славяны либо валахи либо сербы в общем учитывая что мне не любит вообще надо похитить ради денег да сначала так попробуем убить мы сюда успеем сбалансированная долго-долго-долго-долго низкая секретность плохо получается все это дело но как говорится да да нет нет да посмотрим что мы здесь можем наломать какие-то узи из контракты далеко свет пошли дальше туда возвращается в сторону зараза конечно нет смысла ради контрактов поэтому продолжим давай посетим моровийское королевство посмотрим что у них такого вкусное здесь есть 700 припасов дорого удовольствие медикаменты нам здесь уже не понадобится а кстати у нас также еще административный двор можно посетить администрация нам не угрожают но мелочи приятно опасные лица ну контроль награжден плюс 26 опасности да да то есть моровийцев не не все дома я понимаю хорошо пересекаем дуная благополучно это война тут локально идет они с модерцами дерутся на 200 путешественник хорошо у нас есть пару контрактов причем один только необычный переписать тексты серьезно но это кстати контракт в галицкий я наверное думаю давайте он подождет это не так и так важно я хочу о пограби что нам надо сделать нам похитить врага для вильгельма да я понимаю при успехе обрадуется да 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 похищение баварийцев это очень заманчиво выглядит так что давай отправляемся туда продолжаем искать секреты то что я бегаю вообще ни разу этот секрет и находил альберро ух какой здорово дубай какой я попробую попробую в пятером на роду не все шанс успеха 30 поэтому возьмем сбалансированную раскладку нормально подожди а я могу одновременно выполнять эти контракты нет не могу по крайней мере это нам не мешает и подготавливать похищение на дерзкого короля не понял и мура кому-то с этот свитозар не угодил опять что-то бабы там крутят мутит но против него затаить убийство это это кто-то очень сильно спалится кстати мы пока у феодалов наверно будет нас заплатить денежку до поднабрать немножко больше людей тысячах почти тысячи человек у нас уже самое обидное что толку от них никакого на самом деле но опять же я подготавливаю подготавливают для моих сыновей две недели но я думаю такой контракт он детский принципе можно и на 73 плюс 5 сделать достаточно высоко прекрасно слушай этого дубая может быть давай себе заберем там же этот не был подожди отчет и ко мне так все равно это очень плохо выполнял контракт плюс 30 минус 65 ну окей доктрины еще ворочи регулирование то есть ненависть на регулированной почве ужас корову вайслав получил прозвище лево за выполнение этого контракта что ну слушай для своего будущего наследника очень так подходящее подходящее левчина ты нас настоящий царь зверей величественный свирепый великолепный впрочем и вайслав начазара не хуже а близко сходство с этим благородным зверем сулит блестящую судьбу я надеюсь дружище я надеюсь ты станешь хорошим воином косолапы вон это кстати против всего всех делов это тоже достойное достойное мероприятие как я имею ввиду что победителям любой дурак сможет самых низов или проигравшим стать победителем но вот где требуется позвоночник за всю мою 40-летнюю карьеру бандита да я ни разу успешно не проходил контракт сжигания частной собственности поэтому гостианский граф примет нас в любое время я это уже рассматриваю просто как вызов скорее всего но я имею ввиду это сжигать чью-то собственность о илья только ты ну да от моего лысого поехавшего сынка я не знаю что лысо будет но хорошо только давай это чё меня повторяете все давай-то у нас федот будет я думаю так будет справедливее и федот мы тебя дружище наверное воспитаем тоже как воин ты у нас будешь воином а я не могу что ли я как бы занимается бой окейся яков да он как стратег лучше меня зажигательные речи 95 нормально просто подходим и уходим двое сзади по сторонам вперед это способ проще но ваша личность будет раскрыта а видишь тут надо это значит здесь нам позволять сохранить инкогнито и подходящих подручных ну хорошо тогда просто тихоря сделаем у нас шанс очень высокий максимально я даже сказал бы просто брали конкурента на самом деле не не надо политься конечно забрали денежку забрали хрюшку копченую и все умер умер от болезни от оспы ну что ж хорошо принципе и боги понимают понимать меня и боги меня слышат ночь меня слышит озаряющая меня ночь здесь мы будем продолжать стремиться к окуплению преступлений очень хорошая власть хаоса но единственного что да я сломал палатку цирюльника и теперь пытки не актуальны и то что я особо практиковал ну я я я всего лишь стараюсь заработать для своей семьи мучить людей ради каких-то сомнительных выгод я пока этого еще не понимаю как дружище что мы бы с тобой будем делать ты ты будешь меня служить ты как вообще этот да нормально а ты смотря почему так чутка не хватает а а что если эти денежку да 50 блин ладно попробуем обратить его потом а так просто возьмем он даже рычаг кстати не хочет уперся ну хрен с тобой что воинах итальянцы католические итальянцы хочет присоединиться к войне за независимость да нет спасибо тут у насос по поэтому это предложение подожди я же отказал что мне сейчас а мне учебник предлагает но можно заключить кстати союз интересно покривителем припасы лука вполне сойдет да иногда слушай если хорошая репутация есть то может не до вполне на будущее это стоит рассматривать с точки зрения прокрутить что-то политическое да это конечно балл теория реально у нас но у говорит мне кажется его не полет то есть минус 150 циник а ну окей он если панцы ником было бы легче допустим его переконвертировать но он такой еще как бы бог накажет причем католик для них это там все серьезно есть один боженька и все не дай бог это шаг сторону шаг влево в шаг вправо и все сразу взвод вообще христиане странные люди этот решили пойти на поводу и у евреев которые украли религию вообще у кого-то там с предыдущих империй которые раньше существовали и типа окей мы будем поклоняться еврейскому богу но у нас при приблизительно еще будет сынок и вот вот так вот мечется туда сюда туда не могут понять что вообще не хотят столько у них проблем ну учитывая сколько они между собой дерутся еще тоже ужас коровы просто странные люди хорошо ну скажем не странная наверно наивные просто попали под влияние фарисеев так хорошо значит этого мы не сможем конвертировать не получится тогда мы попробуем украсть этого короля сбалансированная ужасно давай попробуем увеличить потенциал не 1 значит давай скорость все-таки скоростью потому что кстати очень даже неплохо 59 и при месячной фазе очень даже кстати кошерно кошерно не побоюсь такого слова похитите в баварского если б я мог его потребовать обратить это было бы конечно шикарно но я думаю это не пройдет вот жену не погнена жена у меня так не очень детей у него нету к сожалению ладно не давай не буду делить шкуру неубитого медведя пошли дальше искать работу елки-палки теперь у нас польские чирьи чирики польские польские чирики я почему-то сразу подумал про такая вот деревянная бадья набитая пельменями ватрушками всякими вот причем намешанное и мясное и из картошки и с овощами из капустой всевозможные вот пельмени и вареники все написано сверху присыпано жареным луком жареной морковкой и это вот и вот как уже ужасно ассоциации конечно но польские чири это я назову следующего своего такого блюда которое рассчитано чтобы походной да то есть мы перед выходом покидая лагерь мы варим огромный котел и как у каждой женщине дается там допустим ведро над задание знали пить ведро пельменей вареников там и так далее кто-то будет сделать из разных видов мяса кто-то будет делать из картошкой с капустой там и так далее и потом все это валится в котел и абсолютно пофиг что на каждый на каждое содержимое нужно свое время варки да это все кидается и варится и это будет у нас называться польско-польские чири да да польские чири это вот это вот непонятная каша вот это вот вот это будет у нас одним из таких блюд оспал начинает локализироваться все тогда мы тормозим с перебежка на север здесь надо поосторожнее я наверное дает контракт не буду возвращаемся командиром к король умер от оспы в да здравствует король и попробуем его украсть я думаю это будет гораздо веселее я почему у меня дарья на дарью поставим потому что дочка моя все-таки не очень себя хорошо показывает как врач поэтому учитывая что мы сейчас находимся в таком нестабильном времени и давай занимаемся это контролем по ветре надо все это дело очень хорошо подготовить прислуга недостаточно да лидия от лидии столько головной боли вообще честное слово тоже давай нафиг ее елки-палки серьезно илья слушай я тебя не ожидал такого я я я я блин ладно яков на твое место тогда ну что то что мы тут вот ходим и сколько потеряли только потому что илья балбес ну что такое все все ночи зарсы на меня на меня получаться все вся моя семья блин елки-палки ладно не будем трогать тем более все равно почему-то не получается а вот интенант нужен кстати это означает что мы закончили лагерь поэтому давай-ка маринку поставим пусть она занимается всеми этими делами и надо срочно строить кузнецу петух здесь появился кстати очень неплохой этот и денежку приносит и снабжение очень сильно повышает управленцы так починщики броник да хорошо хорошо заполнен арсенал более елки-палки а ты посмотри и вот что мне надо было до вещи схваченных использовать какой замечательный этот под подручный мастер во если б я знал заранее ну ладно начнем пока с кузницы 180 ух реально что так они повалили все эти заразы что просто бежим туда куда куда только можно так все остальное давай-ка попробуем культурного представителя просто пробежимся посмотрим что это нам выдаст так стоп секунду пережить чем мы отправимся можем ли мы украсть еще пищи а где там короля об не ну шанс маленький кстати но попробовать на 2000 сможем украсть а жалко 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 то мог бы этот поднять ладно покупать будем другом месте война мира какая шикарная женщина вратислава имя тоже такой очень своеобразно интересная словенка католичка жалко мне сыновей нету свободных это да вот но она женщина правда уже в годах но все равно елки-палки так такая красота пропадает обидно да сначала рапость этим попробуем у них еду украсть а ну хотя не это идет у нас замедление на каждую попытку поэтому ладно это вопрос не актуальный вот тут у нас запущена смотри моей что и по юмора он требует 330 злотых за 9000 ну считай за 9 центнеров еды хотя у меня 6000 из возможных 11000 странно ну и этого делать не буду давай попробуем ужасная повышаем потенциал мне все-таки длительность происков очень все хорошо показывать 59 да то очень даже неплохо месячные фазы хорошо попробуем они туда смотрел да слабо слабо конечно ладно продолжаем гульбу пока у нас выдохнется здесь оспа здесь контрактов у нас рядышком нету совсем но попробуем попробуем слушай может метнуться нам в баварию по идее место богатая но на самом деле я не хочу слишком далеко от отходить от нафиг что у нас да я не хочу отголиться так не хватало короля еще потерять конечно наследник у нас кто будет тоже из дреговичей татьяна 47 лет и у нее целый выводок хорошо это радует как бы елки-палки втесаться бы в галичину ладно оставим это делает это мне на самом деле надо смотреть на венгрию мне надо с галичинская русь у нас будет союзником скорее всего но пусть дети работают на том чтобы обосноваться в венгрии и сделать ее славянский язычко славянской то есть выгнать оттуда по по наехавших осатаневших вообще в кисть и в кровь этих чертовых кочевников и сделать это цилизованной страной какая забавная у меня есть решение интересное я могу стать хозяином сыновей и дочерей отребье отребья армии самых гнусных негодяев верных моему делу и послушным моим прихотям готовы обрушиться на слабых и сильных мира сего это меня делает разбонщим благодетелем и за каждый интриганский контракт я могу получать уникальных профессионалов это военное дело повышается за счет висельника интриги и если по разуме савиат феодала мне не будет любить они мне и так не любят и для этого вот в принципе то что я уже имею обойдется мне в репутацию в денежку и репутацию я теряю на 3 в принципе это очень интересный момент стоит ли мне эту репутацию куда-то в другое потратить направление либо здесь это интересный интересный момент надо реально подумать но сейчас я я тратить на это деньги не буду у меня денег не так много а у меня особой причины то такой нету чтобы этим заниматься давай пока лучше эту репутацию вложим в купить припасы это может здесь те были и новый контракт у нас есть ну что-то нормально сжечь он же собственность мне уже больше начинают доверять и убить чувака но ну давай сначала опять значит срочную расчистку земли полная коэффициально страли вали 210 дает а что мы сжигаем на пусть не поговорить опять не было выбора проверить это скажешь обстоятельства бла-бла-бла не подальше а значит наша цель небольшой добротой мастерский со свежим знаком покровительства окей опять очередного убор конкурента все делаем тихо и инкогнито уходит не заморачиваемся спасибо до свидания немножко покушать тоже дали нам мелочи приятно а у нас крючок появился слушай превосходно машонный колдун машон кажется мне краем странных загадочных обычаев серьезно что такое машон время место что ли обряды мандейские веры здесь непривычно очень сильно отходит от родиться от славянское язычество заклинание ногой колдосу опять как всегда руслава принять а может принять и а то есть мы в принципе видуна можем себя взять да но 9 процентов и практически нереально обращаться вашим другом скидка в мандельскую конфессию снизу так иди отсюда не морочь мне яйца полностью закупил едой немножко погорячился конечно ну ладно 700 убийца даже с охраной 23 шанса проблем да свой но тут и не все опять квадратов круг 95 на 30 равномерно окей откуда здесь вообще мандрис взялся что а окей это синкретизм и христианство хорошо а дуалистическая конвессия то есть что-то короче в общем какой-то разновидность христиан но они пацифисты и больше удаляются в азаритику чем сливой по ненавине веры с грехами у них очень все сложно очень-то ребята реки сурьезные добродетели тоже неплохие выдержка смирение честность ты знаешь мне мандеизм нравится на самом деле уже понравился то есть хорошая такая религия то есть она реально поощряет людям быть нормальными контроль духовенства историческое погребление плакать нельзя когда будто в землю закапывать и что самое интересное ведомство приемлемо то есть за счет изоритики у них есть своего рода колдуны христианские колдуны это очень интересная религия туда я должен сказать конечно воплощенное этот зло но слушать тем не менее мандаизм прослеживает свою историю вплоть до адама считая она креститель величайшим пророком мир состоит из света тьмы и в означенный час все смертные души пристанут перед судом где будет расширяться бла 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 достоин ли они вернуться к светому вечному то есть здесь интересный момент это наверное больше такое параллель ислама то есть когда иоанн креститель является пророком величайшим и он является центром культа то есть не иисус христос а именно что-то связано именно идет упор почему-то на адама то есть не на яхве не на и уши назарейского а именно они идут от адама через иоанна то есть у них упертый дуализм тролливали но очень интересное такое течение я не думаю что католики разрешать им развиваться но я бы за ними проследил причем мандеизм у нас пошел от славянов славяны как-то умудрились видимо сбросить язычество точнее потерять они сбросить и принять своего рода вот вот такую вот ветку то есть и если это не удержать в оковах до здравомыслия то это считай второе слово можно рисоваться как у и ислам ушел от фарисеев и иудейских да и они тоже выбрали своего пророка и вообще полностью и даже потом пошли против своей оригинальной или ну как бы авра аврамство да так и здесь интересная каша может получиться на самом деле я аж прям заинтриговался рюрик у нас здесь колбасился я я вообще не конечно не понимаю против такого эксперта полез и ну ну чё ты лезешь а ну наверное дачу я не знает это обвинять не будем сайт со свободе он лояльный он лояльный оба лояльные светозар тоже как жертва на 1 нормально относится я даже не знаю но взрывать его надо конечно взрывать надо потому что это это свинство на самом деле а слушай все у нас убийство уже почти закончилось то считаю 6 и 100 процентов прощай молодой человек причем а кто держит нож гриме слава гриме слава та которого замочила уже в последних объятиях чернобога хватит суд она головой более меньше гриме слава выполнила наш план безупречно молодец иди сюда я поцелую твою ручку да это интересно ну давай попробуем я уверен что это не получится но попробует надо им просто конфессии не позволит выдавать и мой рычаг не такой смешной рычаг знаешь на самом деле я бы наверно просто рыцарь попросил бы за 200 до давай наверно попросим рыцарь потому что идея шикарная да там допустим взять кого-то вот эту дочку и иметь потенциальный клайм на австрийская к но я не потяну я не потяну быть окруженным католиками ладно давай оставим пока эти замашки амбициозные на для кого-то другого так кого мы можем выбрать низ 53 чем не стариков выдал одних никто мне не впечатляет очень не даст ну давай дитриха господи ну или и низа может быть он помоложе до 42 года хорошо давай низа но он реально мне кинул он реально мне кинул это просто свинство я даже обратить его не могу так ты мне давай золото 30 сотку репутации значит до вопроса ради интереса проверим согласиться 150 мне это обойдется допустим внучка внучка внук и одна из водочек кошмар какой минус 1000 до разные конфессии они просто все это рубят на коню жалко жалко так а ты мне какого рысари дашь красислав славенец помоложе хотя бы будет манды изм слушай давай его займем блин я просто думал если посадить кого-то мнение у меня опять же такие слишком амбициозные мысли я уже башка у этого старого бандита лезет но я про себя это уже просеки в геополитику так красислав возьмем может от него будет побольше толку почти мы можем конечно немножко этот прай подарок полтинник нет этих денег не стоишь а вот повлиять мы можем на тебя попробовать рюрика наверно помилуем я почему я не могу мне нет опцию странно а вот она ну да немножко обо мне получит хрен с тобой хрен с тобой зато хорошее отношение а в лагере это у меня не так часто случается она пошли дальше ежнее баллатон посмотрим 45 нифига себе владея и очень низкий контроль это и это со стражей просто караул кто знает все тот знает ничего мало обречать внимание постоянно выбирая незримый шнаряд по коридам слушай 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 мы знакомы великий князь лукач держит при этом достаточно прислуги я могу этим воспользоваться так мы что мы что я пытаемся похитить правильно да кого-нибудь убедить информаторы да слушай очень даже неплохо кстати секретность понижается только низко но учитывая какой у меня низкий шанс успеха надо его подымать 54 тем более такой да я я еще не теряю то что могу здесь и ситуация так как говорится у них да по плохая привычки чтобы хотел хочу же чтобы значит да то есть давай давай изучение привычек нам даст скорость происка повышает это очень важно секретность понижается более ладно работаем на скорость так пищу нам воровать нет смысла новых контрактов у нас здесь пока только на коррупцию которой заниматься не буду потому что то же оспа уже закончилась уже до считай нет еще не закончилась поэтому я пока туда не полезу давай обратимся глашатаю посмотрим если слушай а как насчет не ладно утро заседая юридические договоры интриганский тайная цена вот хороший позитивный контракт ах 42 еды так елки-палки что вы мне предлагаете импровизированный шпионаж 56 и 400 графиня клара так не говорит что ты хочешь проследить за своим мужем если он кому-то там какой-то мацает местную служанку ну честно говоря даже не хочется этот ну ладно все равно еще это лучше чем на месте стоять работа быстрая пошли тогда так быстренько туда сюда и сюда и обратно завязывать драться я кстати мне дипломатия достаточно высокая пусть будет получилось кстати мы будем держать ухо востро обаяние просить сюда за счету собрана серии плюс один так какая эффектная женщина просто огненная такая оранжевая сух восходящее солнце но стерва а продолжаем то же самое собирать сведения что поп 0 сих бороться санкт-пельтен на все пришелся в войне кровопролитие многими снежить любишь ножка списка дитвин планирует скоро вступить конфликт проделали слухи но хватает слова слова охотливых людей готова поделиться я продолжаем собирать собирать все у нас принципе получилось собраны слухи искусные отрывочные так что танцы ведь наши заказчики вряд ли залечит за это стоишь однако это лучше чем ничего полностью выполнен но я не понял если он будет выполненных хорошо был выполнен 66 и 900 единиц припасов не так плохо на самом деле а на кого мы крюк получили непонятно венгрия от поветрия освободил как то все запущено это что здесь такое произошло чири хана я говорю от этих кочевников только одни страшные проблемы ладно не суть давай наверно забазируемся где-то кстати ты знаешь вот находить держать свой лагерь здесь и делать постоянно контракты выполнять чтобы они мне не выгнали это очень хороший вариант давай вернемся в вишград счет мне вечно сбрасываешься поищем секреты и кто-то ну да то как у нас выгонят по оперируем пока в этом направлении попробуем все что-то найти интересное в общем да надо двигаться дальше внутрь с малым пока у нас это затягивается с этим гавриком тоже пока тянется ходим ищем контракты какая опасная женщина верололомная и всего боится и просто все сделает со спины очень хорошим делать и агентом но как православная женщина да конечно тянут держаться подальше перед слава тоже в восторге я вытащил ее в город этот показать посмотреть на балде здесь паразвачки что а то господи всего ты варвара ради бога общайтесь давай дождемся уже хочу для себя решить этот вопрос ульяна ой слушай службы строя дмитрий поработал ну-ка мой смотри не передал ай дмитрия ай да сукин кот а молодец молодец и вахлава богам и нырн сделаем из нее дипломата пусть у нас какие-то знаешь то есть тоже будет грамотные девушки будущем я надеюсь так платка снабженцев подвижная кузнеца готова момент истины два года все равно не получается хранитель все равно требует хранителя древности почему так стоп секунда может быть мне надо нанять где-то у нас броника и нанять так броник хороший рюрик странный давай-ка ты у нас да броником выносливость повышает полкам но меня другой интересует можешь ли ты мне спасти карту все равно не может все равно нужен хранитель древности два года осталось так ну давайте у нас мы погуляли по восточной европе немножко под заработали денежку выпал и все равно мы вернулись в исходное место ничего не изменилось так что давайте вновь вы собираетесь решать и я подозреваю что наверно один из самых вами там может быть и смысла дать королю а допустим этому до подарить артефакт чтобы он содержался может он починит я его потом украду ну что как как вот такой вариант тоже как вы думаете это лучше чем потерять карту и просто и выкинуть давай может такой вариант попробуем жалко потерять очень хорошая карта а если он не починит самостоятельно то есть такой вариант ладно собираемся подпираем подбородки кулаками и думаем не умничаем а думаем